И днешняя проповедь Иисус вне политики этого мира Можете сказать на это Аминь? Есть, конечно, теологические споры Но вообще, напомню вам, что Бог изначально был против царей Но чтобы напомнить, что изначально Бог был против царей Когда Израиль хотел поставить первого царя Бог был против Но народ настаивал И говорил, что мы хотим как у других народов Так же, как и у язычников было И Бог по дозволению Поставил, но предупредил, что будут проблемы И тогда был рукоположен первый царь Помните, как его зовут? Саул Ну, я думаю, вообще в истории Израиля В моем представлении, наверное, был единственный такой Помазанный царь Были и другие цари Но этот царь был Самый лучший Он написал практически весь псалтырь Молитва слов Твоя молитва-то на думе И как этому царю имя? И как вы думаете? Как снаричит твой царь? Это царь Давид Вы можете со мной согласиться? Что это был особенный царь? Твой был особенный царь Но почему он был особенный? Но за что той был таков? Может быть по той причине Может быть по причине-то Что параллельно он был Он также являлся священником Прославителем Той был в хвалението Псалмопевцем Той е пял псалми Молитвенным человеком Той е бил молитвен человек Невероятная личность В те старо-заветни времена В те старо-заветни времена Это человек Это царь Този царь Много добре познавал личността на Святия Дух Аминь или не аминь Удивительные вещи он пишет Той пишет удивительный на что И его также относят и к пророкам В салтере он пишет Очень много пророчеств Про Иисуса Христа В псалмите той пишет Много пророчества за Иисус Христос И вообще про движение Святого Духа И за Святие Духа Я хочу сегодня прочитать Второй псалм И это тоже псалм Давида Твой псалм на Давид Давайте мы вместе прочитаем Что пишет царь Давид Как его пишет царь Давид На проекторе вы можете читать на болгарском языке На проекторе имя на болгарский язык Зачем метутся народы И племена замышляют тщетное За что все разоряват народы-то Восстают цари земли и князья Свящаются вместе против Господа И против помазанника Его Расторгнем узы их И свергнем себя оковы их Живущий на небесах посмеется Господь поругается им Тогда скажет им во гневе своем И яроще своей приведет их в смятение Я помазал царя моего над Сионом Святой горой моей Возвещу определение Господь сказал мне Ты сын мой Я ныне родил тебя Проси у меня и дам народы В наследие тебе и пределы земли Во владение тебе Ты поразишь их жезлом железным Сокрушивших как сосуд горшечника Итак, вразумитесь цари Научитесь судьи земли Служите Господу со страхом И радуйтесь пред Ним с трепетом Почтите Сына Чтобы Он не прогневался И чтобы вам не погибнуть В пути вашем Ибо гнев Его возгорится вскоре Блажены все уповающие на Него Аминь И вы знаете, это пророчество Про нашего Господа Иисуса Христа И твое пророчество за наш Господь Иисус Христос Кто сын? Кто помазанник? Кто помазан? Знаете, иногда говорят Вот, не говори там против помазанника Там в церкви Я против того, чтобы Кого-то еще называли помазанником Есть только один помазанник Помазанник Вот с таким окончанием ИК Все остальные мы можем быть помазанник Ну, как есть пророки И есть пророчествующие И это тоже Это две разные вещи И имя разлика в това Всякий из нас может пророчествовать Но не все из нас пророки Многие из нас могут быть помазанными Много из нас могут быть помазанник Но есть только один помазанник Но имя само один помазанник И смотрите Давид говорит о том, что Зачем Медуса народы? И Давид казва За что се разоряват народите И племена замышляют тщетное И племена-то замыслят суета Восстают цари земли Ополучават се земните цари И князья совещаются вместе против Господа И против Господа Управниците се наговарят Вы знаете, сегодня все цари Практически все цари земли И днеска Почти всичките цари на земля Знают Кто такой Иисус Христос Знают Кой е Иисус Христос Знают Что Он царь царей Те знают Что Той е царь на царете Прекрасно знают Его заповеди И прекрасно знают Неговите заповеди Прекрасно знают Его Нагорную проповедь Знают Нагорната му проповедь И когда они что-то замышляют, которое противится вот этим заповедям Иисус Христа, они восстают против помазанника. Когда они нарушают его законы, они идут против Господа. Но так или не так? Это так. И вы помните из 12 главы книги Деяния? Там про царя Ирода очень хорошая, показательная история. Сел царь Ирод на троне. В царских одеждах своих. И что-то ему там не понравилось. И он начал там где-то войны. Кого-то наказал. И когда он говорил такие царские речи, народ начал восклицать о нем. Это не слова человека. Это слова самого Бога. То есть этого царя вознесли на уровень Бога. И так как он не воздал славу Богу, что с ним произошло? Ангел Господень пришел и поразил царя. Царь упал и на глазах у всего народа был изъеден червями. Смотрите, какая власть у Бога. Иногда думаешь, а почему Бог сегодня так не делает? Нам так хочется, чтобы кто-то вот упал у нас перед нашими ногами. И чтобы вот червя съели и чтобы мы все это видели. Но мы почему-то этого не видим. Но по никакой причине не его виждеме сега. Может быть по той причине, что у многих президентов сегодня Особенно в постсоветском пространстве Есть двойники. Есть четко доказанные факты. Что у Сталина было как минимум три двойника. У Ельцана было два двойника. Ну и так далее. Я хочу вам так сказать. Что может быть кто-то уже изъеден червями. И мы имеем в виду столкновение с двойником. Очень трудно разрушить целую систему какую-то. Потому что мы живем, время прогрессирует. И власти изощряются. Но я сегодня не об этом. И не могу говорить за това. Я сегодня о том, что Писание говорит, что Господь посмеется. Бог смотрит свысока. Говорит, ну что народы метутся? И за что хората така се разуряват? И что племена замышляют суета? Для него это суета суета. Давайте мы откроем еще одно место. И оно написано в Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. 22 глава. 22 глава. С пятнадцатого стиха. От пятнадцатого стиха. Я очень рад, что наш Господь, Он вне политики. Много се радуем, че наш Господь е извин политиката. Потому что в моем представлении политика это очень грязная вещь. За чтото в моем представлении това е много мръсно нещо. Но сегодня мы не можем не говорить о политике. Но днес не можем да не говорим за това. Потому что времена очень сложные. За чтото время то и трудно. И мы должны иметь об этом библейское представление. И трябва да имам библейское представление за това. Знаете, сегодня пришла такая мысль утром. о том, что наши мысли они формируют наши слова. Сказанные слова они толкают нас на определенные действия. И наши действия формируют наш характер. Наш характер создает нашу судьбу. И так формируется судьба человека. Вы знаете, дьявол может закидывать мысли. В наши головы, в наши сердца. Стрелять своими огненными стрелами. Если у тебя нет защиты, ты пропускаешь эти мысли. Эти мысли преисполняют твое сердце. И ты начинаешь изрыгать какие-то слова. Твои слова формируют действия. И тези думи формируют твои действия. Действия формируют твой характер. И тези действия формируют твой характер. И характер создают твою судьбу. И твой характер создают судьбу. Какое преимущество у нас у христиан? И какво преимущество имаме ние христианите? Мы христиане имеем Библию. Ние имаме Библия. Божье слово. Това е Божието слово. Которое мы можем читать. Което можем да читаем. А можем не читать. Кто-то не читает и теряет защиту Божьей. А когда мы читаем, что происходит? Мы узнаем волю Божью. Слова Божьей входят в наши сердца. Формируют наши мысли. Божьи мысли формируют наши слова. Божьи слова формируют наши действия. Они начинают соответствовать воле Божьей. Божьи действия формируют в нас Божий характер. Так и написано. Мы имеем разум Христов. Мы познали, что есть воля Божья угодна и совершенна. Мы имеем те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И только тогда Писание так говорит. Судьба человека От кого? Судьба человека от Господа. Когда мы читаем Слово Божье. Когда мы исполняем заповеди. Не слушаем всякую ерунду и мусор этого мира. А слушаем и читаем Слово Божье. Можешь сказать на это Аминь? Почему так важно читать Писание? Почему так важно прийти в церковь? Послушаем, что говорит Господь. Вы знаете, Бог предпочитает... Бог изначально так построил. Бог предпочит... Он поставил у власти своих пророков. На власти, то есть сложил свои пророки. Пророки имели правление в древнем Израиле. Пророки соуправляли в древний Израил. И когда они угождали Богу... Бог водился Духом Святым. Писание говорит. И Писание доказывает. Бог ничего не делает. Бог не правит ничто. Прежде не открыв рабам своим пророкам. Приди да покажет Иоанна свои эти пророции. Аминь или Аминь. Пророки это очень важно. Пророции со многу важны. Написано. Не уничижайте пророчества в церкви. Да, не унижаваме пророчество в церкви. Да, не намалявам значение это на пророчество. Вот в Писании. Евангелие от Матфея, 22 глава. Евангелие от Матфея, 22 глава. С 15 стиха. От 15 стиха. Тогда фарисеи пошли и совещались. Как бы уловить его в словах? Кого? Иисус Христа, конечно. И посылает к нему учеников своих с иродианами, говоря. Учитель, мы знаем, что ты справедлив. Истинно пути Божию учишь. И не заботишься об угождении кому-либо. Ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам. Как тебе кажется? Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Мы знаем, что фарисеи были против податей. Мы знаем, что фарисеи были против податей. Иродиане были против податей. И партия зилотов была категорически против податей. И они хотели подловить Иисус Христа. А что скажешь ты, Иисус? Итак, скажи нам. Как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство, и их сказал, что искушаете меня, лицемеры. Покажите мне монету, которая платится подать. Они принесли ему динарии. И говорит им, чье это изображение и подпись? Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им. Итак, отдавайте кесареву. Кесарю? А Божьей Богу? Услышав это, они удивились, и оставив его, ушли. Очень интересное место из Писания. Фарисеи хотели подловить Иисус Христа. На чьей стороне стоит Иисус Христос? За тех или за этих? Иисус говорит интересную фразу. Кесарь – это установленная власть. Но если так уж получилось, что он над вами встал, то отдавайте ему, подайте. Но Богу отдавайте Божьей. Вы знаете, у меня вот на этой неделе были такие размышления. И мне пришла такая мысль интересная. И дойдем ей одна мысль? Когда я читаю Евангелие, я вдруг понимаю, и неочеквально разбираю, о том, что Иисус Христос, как будто бы вообще все равно. Вот ходит Иисус Христос по земле, по израильской земле, ученики апостола ходят за Ним. Толпа народов ходят за Ним. Много народ върви след Него. И Евангелие практически ничего не говорит. И Евангелието почти не казва. А то, что это происходит. За то, что это случилось. Во времена римской оккупации. Во времена римской оккупации. Где-то идет война. Някъде има войни. Большая часть Израиля окупирована. По голямата част на Израил е била оккупирована. Израил вынужден платить подать кесарю, цезарю. Израил требовал доплашать данных на цезарю языческому. Легко ли это было религиозным людям, которые верили в Бога. И которые верили, что они могут отдавать только Богу. Одна из таких крайних партий, так были, конечно, фарисеи. И вот такой ответ находит Иисус Христос. И вот интересно, я когда-то проповедовал о партии зелотов. Я говорил о том, что двое из апостолов Иисуса Христа. Это исторические данные. Симпатизировали. Один симпатизировал партии зелотов. Это был Иуда Искариот. А один так и назывался. Симон. Называемый зелот. Кой-то с нариси зелот. Кто эти два человека? Это апостолы. И вот давайте мы про них прочтем. Некогда прочтем за тях. Потому что это очень интересное исследование. За что тут много интересное исследование. Которое произвели теологи. Кои-то се направили теологи. Своими словами скажу, что партия зелотов. В те времена. Была партия фанатиков. Това была партия на фанатици. Которые не признавали римскую оккупацию. Кои-то не сапризнавали римската оккупация. И готовы были воевать против нее с оружием в руках. Партия зелотов была вооружена такими. Их называли... Партия зелоти была снаряденна. Секерями. Не секирами, а секерями. Это такие короткие ножи. Пасом ногу к сену ножу. Загнутые. Которые можно было спрятать незаметно под одеждой. Кои-то те смогли доскредь незаметно некогда в своете дрейхи. Зелоты в толпе незаметно подкрадывались к римлянам. И зелоти незабелязанно сойдывали при римляне во втолпату. Резко нападали и резали их. И резко нападали и их зарязывали. И так они планировали свергнуть римское... И такая тесса планировали до махнуть римската империя. Давайте мы прочтем первое место. Мы прочтем... Это написано в Евангелии от Матфея в 10 главе. Евангелие от Матфея в 10 главе. С первого стиха. От первого стиха. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена Сутии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков, Зеведеский. Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, Мытарь. Яков, Алфеев, Левей, прозванный Фадеем, и Симон, Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Я хотел сегодня прочесть... Вот здесь перечисляется в одном ряду Матфей, Мытарь. Здесь есть бревод Бурет. Кто такой Мытарь? Смотрите, как интересно. Матфей Мытарь, сборщик налогов. Он собирал налоги. И, в принципе, работал на Римскую империю. Мытарей, мы все знаем, ненавидели. Потому что они были... Ну, их считали как полицаями, как предателями своего народа. И здесь смятали, что это предатели. В следующей строке перечисляется Симон, Канонит. После Симон. И давайте я хочу сегодня прочесть очень интересные такие данные про Симона Канонита. Это статья, взятая из Википедии. И статья эта называется... Симон Зилот был загадочным человеком среди апостолов. И той был таинственным человек среди апостолитей. Симон Зилот, один из двенадцатых апостолов Иисус Христа. И Симон Зилот, единый от апостолитей на Иисус Христос. Короткая информация. Краткая информация. Является загадочным персонажем Библии. В некоторых версиях Библии, например, в расширенной Библии, Его называют Симон Кананский. Версии короля Джеймса Якова. Его называют Симон Кананаит или Хананит. В английской стандартной версии. Его зовут Симон Зилот. Библийские исследователи спорят о том, был ли Симон членом радикальной партии фанатиков. Или этот термин просто относился к его религиозному рвению. Или просто тот же термин относился к его религиозному разбиранию. Ну смотрите, в одном ряду мытар Матфей. В едином ряду Матеи Бирникот. Который стоит на стороне Рима. Который заставил на страну Рим. И рядом с ним стоит Симон Зилот. И до него стоит Симон Зилот. Который ненавидит римскую власть. Который умирает римскую власть. И готов убивать их с оружием в руках. И готов до убивать их. И теологи утверждают. Что Иисус Христос целенаправленно брал из всякого слоя социального. Чтобы показать широту своей безграничной любви к людям. Насколько разные люди могут объединиться под его власть. И эта власть не какой-то силы. А это власть его безграничной любви. И интересно. Я прочту только один такой факт. Церковная традиция гласит. Что Симон Зилот оставил свою партию Зилотов. Ради Иисуса Христа. За да дойде с Иисус Христос. Пошел за Христом. Распространял Евангелие в Египте. Распространял Евангелие в Египте. Как миссионер. И принял мученическую смерть в Персии. И починял с мученической смерть в Персии. Это очень важно. Это много важно. Еще одно место я прочту. Еще прочту еще одно место. Параллельно место Евангелия от Луки. Евангелие от Лука. Шестая глава. Шестая глава. С тринадцатого стиха. Вот тринадцатый стих. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которые и наименовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брат его, Якова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова, Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом. Видите, это написано в Евангелии. То есть Симон был настолько откровенным сторонником партии Зилотов. Что его так и называли? Симон Зилот. В те времена это было небезопасно. Когда человека прямо называют, а это Зилот. Потому что римляне могли его тут же схватить. И казнить его. И Матфея тоже называли смело. Это мытарь, Матфей. И все что смело наричали Маттеи Бирникот. И это тоже было не очень приятно. И у вас все что не было приятно. Матфею. Потому что евреи ненавидели мытарей. За что-то евреите самразили тези, которые собирают данные цены. И вот я сегодня вам привел несколько мест из Писания. И несколько прочетов в некоторых местах от Библии. И хотел просто поделиться вот этой мыслью. Вот Иисус Христос призывает определенных людей, которые стали Его последователями. Одним из них был сборщик налогов. Другой из них был Зелотом. Интересно, что когда двое захотели взять оружие в руки, и один из них был Петр, а второй теологи утверждают, что это был Симон Зелот. У него была Секира. Но он это оружие не вытащил. Петр вынул свой меч и отрубил ухо стражнику. Вы знаете, нужно иметь хорошие навыки, чтобы сразиться со стражником и тяжело его поранить. Так или не так? Это говорит о том, что Петр был не слабый чувак. Чувак это сокращенный человек. По-болгарски такое звучит почти, человек. по-русски чувак, да? Такой не слабый чувак был. Не беже слаб человек. Отрубил ухо. Стражник был. И утразил ухоту на то же позачь. Чудо говорит о том, что Иисус Христос просто положил это ухо на место и оно просто... как будто бы его никто не отрезал. И Библия очень много-много-много раз показывает, что Иисус Христос это был непростой человек. Это был сам Бог, который пришел на эту землю и пытался объединить всех людей и дать им потрясающую любовь. Его слова, слова Иисус Христа. Только тогда люди скажут о вас, что вы мои ученики, когда увидят любовь между вами. И вы знаете, что с этими зелотами стало? Всего лишь два зелота среди апостолов. Один из зелотов мы это знаем. продал Иисус Христа за 30 серебряных. Второй зелот оставил партию зелотов. Той уставил партию на зелоте. Стал верным учеником Иисуса Христа. И положил свою душу в Персии. И дал свою душу в Персии. За Евангелие. Аминь или не аминь. И вот я сегодня об этом я сегодня о том, что, конечно, что вот нам, верующим, делать вот в подобной ситуации. Идет где-то война. Има некуда война. Но я хочу сказать, напомнить вам, что и 2000 лет тому назад Иисус Христос пришел в очень неспокойное время. Когда Рим завоевал практически весь Израиль. Почти завоевал целое Израиль. Его основную территорию. И господствовал там. И я вот сегодня спрошу вас, а где сегодня Римская империя? И где сегодня Иисус Христос? От Римской империи ничего не осталось. А Иисус Христос господствует. Я хочу сказать, владычествует. В сердцах верующих людей. Я хочу сказать о том же, где сила? И где власть? Я вот хочу сказать, как бывший спецназовец, как убивший служитель в специальный треб о том, что убивать не трудно. И войти вот в состояние агрессии и одержимости, на самом деле это легко. Это просто надо кому-то отдаться. Бесам, демонам. А вот быть миротворцем а вот для того, чтобы улюбить тех, кто тебя ненавидит, а вот для того, чтобы благословлять тех, которые тебя проклинают, вот здесь нужна сила. Слышите меня? Это непросто. Вот поверьте мне. Вот кто из вас сделал это когда-нибудь? Ну просто любил именно того человека, который тебя люто ненавидел. Знаете, Иисус Христос приводит такой пример. Он говорит, если враг твой пришел в двом твой, с какой целью? С какой целью враг приходит в твой дом? Враг приходит для того, чтобы ограбить тебя. Он приходит для того, чтобы убить тебя, кого-то изнасиловать, кого-то унизить, кого-то просто побить, чтобы запугать, напугать или забить до смерти. А Иисус Христос говорит, если враг твой пришел в твой дом, посади его за стол, дай ему самую лучшую пищу, накорми его, напои его, дай ему свою самую лучшую одежду. Что это? Я хочу сказать, вот это вот демонстрация силы. Демонстрация настоящей силы. Кто так может сделать? Я хочу сказать, человеку это вообще невозможно. Это может сделать только Иисус Христос, который живет в наших сердцах. Если Он там живет, понимаете? Только Иисус Христос сможет вот так благословить человека, который пришел в твой дом, чтобы убить тебя и твоих родных. Вот здесь нужна колоссальная сила и власть. И тут все нуждаемо сила и власть на Иисус Христос. Можете со мной согласиться сегодня? Можете согласиться с нами? И это очень непросто. Иисус Христос добавляет. И поступая так, вы собираете на голову этого человека, когда-то поступаем, так и собираем вверху главата на този человек. Каменные уголи. То есть костер, буквально. Костер буквально начинает гореть на голове этого человека. Что это? Это прообраз Божьих судов. И это не значит, что вот этот враг тут же сейчас сгорит у тебя на глазах дотла. Я верю в то, что это говорится о Божьих судах. И верю в то, что это говорит о Божьих судах. Об обличении. Для того, чтобы пришла печаль по Богу. За обличение то, что душа печатна Бога, которое неизменно производит покаяние ко спасению. Бог не хочет, чтобы враг твой погиб. Бог не хочет, чтобы враг твой погиб. Бог хочет, чтобы твой враг покаялся и пришел ко спасению. Во вторник к нам возвращается брат Шинюк из Днепропетровска, и он получил очень сильное откровение, он сейчас в Украине ездит по тюрьмам, где взяты в плен русские военнопленные. И что он делает, Володя? Он проповедует русским военнопленным, чтобы они покаялись. И это самый верный шаг, чтобы привести их ко спасению, чтобы сказать им, русские, мы вас не ненавидим, мы вас любим, и мы не желаем, чтобы вы погибли. Мы желаем, чтобы вы спаслись, чтобы вы покаялись. Вот это роль капеланов. И Володя сейчас исполняет именно вот эту роль. И слава Богу за таких служителей. Давайте я прочту последнее место сегодня. И оно написано в Евангелии. Евангелие от Марка. Евангелие от Марка. В 10 главе. В 10 главе. С 35 стиха. Вот 35 стих. Евангелист пишет. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Яков и Иоанны, и сказали. Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им. А что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему. Да, нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей. Но Иисус сказал им. Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали. Можем. Иисус же сказал им. Чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому уготовано? И услышав 10, начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же подозвав их, сказал им. Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними. И вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Скажи аминь. Это суть учения Иисуса Христа. И подводя итог, я хочу сегодня подвести вас к тому, что Иисус не пришел на эту землю, чтобы показать свое господство. Иисус Христос в душу на тази земля не допоказывает свое господство. Чтобы показать свое превосходство. Читой превосходство всички. Владычество. Своя владычество. Вот он такой мощный, сильный, да. Читой мощный, сильный. И может все, что хочет с нами сделать. И может направить на нас всичку какой-то поиска. Он пришел в качестве раба. На то и душил как-то раб. В качестве раба, чтобы послужить. Сто не служи. Послужить всем нам. Да, служи на всички нас. И вы знаете, кто-то может сегодня спросить, а что же нам, христианам, делать вот в такой сложившейся ситуации? Вот Иисус Христос и отвечает через это местное исцеление. И Иисус Христос говорит через твое место. Вот Библия. Вы знаете, нам надо очень четко отделять власть от народа. Вот власть это одно. А народ это совершенно другое. Бывает так, что народ покаялся, да. И уже пошел там духовный прорыв. А властитель, он где-то еще не покаялся. И болтается где-то в хвосте. Бывает и наоборот. Бывают разные ситуации. Я верю в то, что в Украине сейчас идет мощный духовный прорыв. И придет мощная духовная победа. Но вот что нам, христианам, делать? Иисус нас учит не владычествовать. И Иисус не учит, да не господарюваме, да не се опитваме, да победим зло со злом. Ничего из этого не получится хорошего. И вот това няма да се получи нищо хубаво. Не пытаться ненависть победить ненависть. Не се опитаме да победим умраза со сумраза. И вот два человека из партии зелотов. Иуда Искариот предал Иисуса Христа. Продал за 30 серебрянников. Второй Симон, называемый зелотом. Покинул партию зелотов. Стал последователем Иисуса Христа. И отдал душу свою, как мученик. И пожертвовал душатеси, как мученик. В качестве миссионера. В Персии. Кем мы сегодня будем? Какой партии мы сегодня принадлежим? Кому кой партии принадлежим? На чьей стороне мы стоим? На кой стране что застанем? Что лично я буду делать? Какво лично вас что правим? Сегодня я, и мы это уже делаем. Не вече правим. Мы просто служим. Просто служим. Мы выступаем в качестве рабов. Мы помогаем беженцам из Украины. И мы помогаем россиянам. Помогаем и на русских хорах. Которые пострадали. Здесь, в Болгарии. От санкций. Как вы думаете, это нормально? Это абсолютно христианская позиция. Мы не пытаемся с кем-то воевать. Не сеупитваме, да воюваме с някой. А мы просто служим. Просто служим. Мы вне войны. Не смеем из ван войнатам. Хотя мы понимаем о том, что это рано или поздно и нас коснется. Но разберем, что рано или поздно и нас коснется. И если мы сегодня будем равнодушны. А ку цега, что будем безразличны к нам това. Ну это где-то там война, да? Тва сослушала някоди далеч. Она нас не коснется. Няма да не засегни. Вот увидите. Если народ так будет к этому относиться. А ку народу така, что се относится к това. Так было всегда. Такая была винаги. Война придет и сюда. Войната, что дойдет и тук. Израиль отступает от Господа. Израил отступает от Господа. Приходят языческие народы. Идват языческие народы. И начинают поборать, да? Израил возвращается к Господу Богу. Израил, той се возвращает к Господу. И Бог дает великую победу. И Бог им дава велика победа. Вот и все. Все очень просто. Това и всичко просто. Будем стоять на стороне Бога, правда? Потому что Бог, Он вне политики. За чтото Бог извин политиката. Бог, Он над политиками. Той над политиката. Он смотрится вот так с высока. Той глядит така отгоре. И он смеет. И той се смеет. Что вы там суетитесь? За что стихуствует там? Что вы там мечетесь? Что вы замышляете против помазанника моего? Ничего у вас не получится. Римская империя когда-то рухнула. Римская империя была разрушена. И эта империя тоже рухнет. И эта оккупация прекратится. А Иисус Христос будет стоять вечно. Вот и вся истина. Это правда жизни. Давайте мы сегодня встанем. Помолимся. За вот эти события. Чтобы нам стоять в правильной позиции. В позиции служителей. Чтобы служить всем. И тем, кто пострадали от войны. И те, кто страдает сегодня от санкций. Те, кто сегодня бежит. Мы призваны помогать. Мы не призваны воевать. Мы призваны помогать. И кто хочет быть большим. Тот добудет слугой всем. Господь благослови нас, пожалуйста. Благослови наши сердца. Благослови сердца наших слушателей. Чтобы это, Господь, Ваше Слово, проникло глубоко. Чтобы это Семя в свое время принесло обильный плод. Чтобы Господь этот плод Духа Святого. Просто принес Твое Святое Присутствие. Чтобы много людей Оставили партию зелотов. И стали верными последователями. Нашего Господа Иисуса Христа. Даруй нам, Господь, владычество. Твоей безграничной любви В наши сердца. Удали прямо сейчас Из наших сердец Всякую злобу. Всякое непрощение. Всякую ненависть. И пусть будет только любовь. Радость и мир. Долготепельное благость и милосердие. Кротость, вера и воздержание. Дай нам помышлять только о том, что мирно. Только о том, что чисто. И только о том, что свято. Тебе за все слава, хвала и величие. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. И народ Божий да скажет. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Gracias. Продолжение следует...